всем привет и сегодня мы будем смотреть на достаточно интересный стек от компании axis fly под названием аргус про и первое на что я обратил внимание когда я получил данный комплект это его вес ребята он реально тяжелый он просто тишины как кирпич но на самом деле на это есть своя причина вы на канале жука рама и в пиве влог я михаил давайте открывать я давно смотрел сторону данных стеков они меня интересовали просто своим внешним видом здесь вот такой вот коробочкой кожухом скажем так находится обычная пластиковая коробочка открываем и выглядит он просто офигенно презентабельно вы уже наверно поняли о чем идет речь это стек с пыли влагозащитой так называется называемый api 57 это не то что его можно погружать там воду нырять с этим квадриком нет ребят это не про это но защита у него в общем то есть и вот интересно стоит ли овчинка выделки давайте выдернем все это дело отсюда пух запихнули хорошо плотно сидит плотно сидит вот такой регулятор тяжелый не менее легкий полетный контроллер силовой провод x60 комплект винтов м3 конденсатор 35 вольт 470 микрофарад набор резинок и проставок ну и соответственно провода тут еще и адрентирующей прокладки данный полетный контроллер он так сказать не предназначен для пальки здесь все необходимые порты выведены на разъемы и мы просто подключаем уже соответствующий проводочек кабелечек и паяем уже тут ту периферию какую мы хотим припаять полетник значит весит у нас практически 20 хорошо 19 грамм 18 и 8 и регулятор 30 чуть больше 30 грамм это если честно охренеть как много потому что обычный регулятор и полетный контроллер весят в разы меньше полетный контроллер на базе чипа stm 32 f722 red 6 270 гиры здесь установлена есть барометр на полетники 2бк 9 вольт 2 ампера для подключения всевозможных юнитов диджай или например от волкснейла также бк 5 вольтовый на 2 ампера 6 у артов есть black box на 16 мегабайт и максимально он поддерживает подключение до 8 моторов так что если что можно на нем на нем построить какую-нибудь окту регулятор более увесистый чем полетный контроллер 55 ампер номинал до 65 ампер он может максимально выдавать ток но не более 10 секунд есть стеки которые комплектуются еще 65 амперным регулятором значит питание данного регулятора от 3 до 6 с есть телеметрии есть датчик тока и pvm частота максимальную которую он может обеспечить это 96 килогерц с этой стороны на полетном контроллере есть четыре отверстия под леды при помощи которых мы можем контролировать работу полетника то есть контролировать наличие 9 вольт на бэки 5 вольт на бэки питание на полетном контроллере но и индикатор статус далее разъемы для подключения периферии type-c разъемчик для программирования и настройки и здесь вот такие же разъемчики для подключения периферии а теперь давайте поговорим о практичности всей этой конструкции у меня на самом деле нет никакой необходимости расхваливать данный стек это не коммерческое видео это чисто мое субъективное мнение и с моей точки зрения на самом деле это некая эстетическая невостребованность потому что но зачем нужно было делать данную конструкцию мне не совсем понятно для того чтобы достигнуть айпи 57 этой вот пылевлагозащищенности любой нормальный стек обычный без вот этих вот алюминиевых накладок загермеченной каким-нибудь клеем b7000 или там спиннер жижей он будет миллион раз более водостойкий он будет все и пи 67 по моему там такая вот такой стандарт да это будет выглядеть может быть не так эстетично но на самом деле это будет нереально практично потому что плюс у вас не будет вот этого лишнего веса который дают вот эти все алюминиевые нашлепки что на регулятор что на полетный контроллер потом производитель значит позиционирует как плюс и как достоинство данного стека это функционал plug and play то есть для тех людей которые в общем то скажем так прямо не умеют паять вот но на самом деле что касается вот что по мне вот эти вот все коннектора не менее надежны чем пайка да это плюс конечно для тех кто никогда не держал паяльник и мне они боятся паять там что-то сжечь где-то устроил условно насрать оловом там и испортить в общем полетный контроллер или любой другой оборудование здесь да есть набор всевозможных проводов причем практически для всего для юнитов для gps для vtx of аналоговых для всего вот и вы без проблем все это дело присоедините но на самом деле нормальная пайка нормальная пайка это есть самое надежное соединение на мой взгляд вот этот вот алюминиевый корпус производитель позиционирует также как фишкой данного стека потому что якобы это повышает производительность потому что увеличивается площадь теплоодачи то есть у вас допустим ну да хорошо могу могу поверить касаемо регулятора что феты греются достаточно сильно но не настолько все это дело смертельно потому что вы пользуетесь коптером в полете и он это не какая-то закрытая конструкция он обдувается со всех сторон и и поверьте мне там на самом деле с охлаждением проблем нету и так резюмируем моя точка зрения такова что если вы хотите собрать эстетически красивый коптер забив на то что он будет на 50 грамм весить тяжелее чем обычно да ну пожалуйста ну и в завершении для кого же предназначен все таки данный стек вот по моему мнению все таки это наверное для тех людей кто не умеют паять боится держать паяльник здесь можно как я уже говорил ранее все подключить и не париться тем более производитель вот я сейчас сделаю даже вставочку здесь просто написал такую фразу нет сварки больше душевного спокойствия ну это конечно китайский перевод алиэкспресс скида но не знаю я с этим кардинально не соглашусь потому что для меня чем больше пайки тем больше душевного спокойствия но для чего я купил данный стек вот отвечаю на ваш не мой вопрос потому что мне было банально просто интересно интересно посмотреть на такого рода комплектующие что они из себя представляют ну и конечно же конечно я буду его ставить и буду ставить его вот на эту раму это уже всем известная я думаю уже надоевшая во всех обзорах рама fly fish rc форм-фактор dead cat 5 дюймов к пойдет это железо вот сюда немножечко задержался мне этот проект потому что китайцы подвели меня с моторами те моторы которые заказал они в общем-то где-то раз сварились просто деньги мне за это уже вернули я открыл спорда и вот соответственно сейчас перезаказал моторы моторы другие а так принципе вся комплектуха есть здесь будет стоять вот этот стек здесь будет стоять диджай аэр юнит о 3 и в общем то наверное все ну естественно моторы там и так далее все ребят на этом всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал заглядывайте в описании все как обычно пока